Андрей Арсеньевич, я думаю, что это не должно остаться секретом, что я сюда вас привез на студию от подъезда детского мира. Скажите, пожалуйста, для кого вы там что-то искали? У меня есть сын, которому 80,5 лет. Если я уезжаю куда-то, то я обязательно приезжаю домой, что-то привозя ему, это естественно. И скажите, пожалуйста, вот что бы вы хотели ему привезти? В смысле подарка? Да. Вы знаете, это от меня не зависит, поскольку, так сказать, он мальчик очень любознательный, ему всё интересно, но в принципе он интересуется техникой, и я всегда стараюсь привезти ему что-то такое, связанное с техникой, какие-то машины, какие-нибудь конструкторы, какие-нибудь такие. А как у вас в детской с военной техникой? Я предпочитаю, так сказать, не иметь этого в доме, все эти принадлежности. Спасибо. Я неспроста начал отсюда, потому что для меня самого было первое потрясение, это было буквально потрясение встреча с фильмом Иваново детство. И мне показалось, что я мог бы быть, ну, не совсем сверстником Ивана, чуть помоложе, то есть я не мог бы быть ещё во время войны разведчиком. А сколько вам лет было? Мне было, значит, когда началось четыре года, ну, когда кончалось, естественно, так, около восьми лет, то есть я моложе Ивана, правда? Да, да. И вот мне показалось любопытным то, что во всех четырёх ваших больших картинах, в общем, и в дипломной же работе, есть ребёнок. Да, ну, я стараюсь не вспоминать о дипломной работе своей, мне кажется, что это не очень интересно. Так, ну, вот большие фильмы, известные зрителям. И Иван, и вот в финале Андрея Рублёва «Мальчик, отливающий колокол», ну, естественно, и «Солярис», и, наконец, «Зеркало». Скажите, пожалуйста, вот ваш мир, ваш кинематографический мир, он проистекает, вот в каких отношениях он находится с вашими, с вашим детством, с вашими детскими воспоминаниями? Ну, мне трудно об этом говорить, поскольку раньше я думал, что как раз воспоминания детства имеют огромное значение для творчества и для людей, которые могут назвать себя художниками. Потом, теперь я же думаю, что вообще всё, что происходит с человеком, всё, что ему даётся пережить, всё, в конечном счёте, является материалом для художника. Но я до сих пор твёрдо уверен в том, что детство, в общем, в детстве заложено всё то, что в течение всей своей творческой жизни художник будет использовать. По существу материал, в эмоциональном смысле использовать. Мне кажется, что человек, который не успел, не имел того детства, которое бы он мог запомнить на всю жизнь, вряд ли сможет по-настоящему творить. У меня такое впечатление. Ну, кстати, это не совсем оригинальное впечатление, так сказать, соображение по этому поводу, по-моему, многие об этом говорили. О том, что для человека, который работает в искусстве, очень важно впечатление, которое он получил в детстве. Существует человек, который занимается искусством, тратит эти впечатления в течение всей своей жизни. Скажите, вот, если можно, ещё вернёмся к Иванову детству. Вы, получается, немножко постарше меня? Как у вас, Иванов? Ну да, когда была война, мне было больше немножко, чем вам. В 43-м году, скажем, мне было там где-то в районе 12 лет. Поэтому по существу мы ровесники с Иваном. Но мне кажется, что это не имеет никакого значения. Во всяком случае, я не думал, когда делал эту картину, о том, как мы с ним соотносимся по возрасту. Ну, несмотря на то, что война не прошла мимо нас, мой отец был на войне, вернулся оттуда тяжело раненым. Но думаю, что в принципе у меня не могло быть вот такого отношения к войне, которое демонстрируется, так сказать, Иваном в этой картине. Это, в конечном счёте, мои соображения по этому поводу. И мне часто приписывают какие-то чувства, ощущения военного времени, связанные с фильмом, так сказать, и приписывают мне эти ощущения. Я боюсь, что это ложные такие усилия, поскольку это не совсем так. Вообще, я не очень верю в буквальное перенесение в фильм, в частности, каких-то тех впечатлений, которые ты, так сказать, пережил. Как правило, это очень изменяется всё потом в процессе работы над фильмом. И если служит каким-то, что ли, стимулом, то именно как стимул, как толчок какой-то, как какой-то повод для того, чтобы, уже оттолкнувшись от какого-то впечатления, сделать что-то своё и непосредственно сегодняшнее. Я не верю в буквальное перенесение воспоминаний, так сказать, на экран. Да это было бы, наверное, невозможно. А скажите, вот, если это вообще можно объяснить или рассказать, вот как возникают, как даже возникло первое, это потрясающая идея, это противопоставление белого и чёрного пласта жизни Ивана, вот то, что принесло вам потом грандиозный успех и в Венеции, вот как возникает ваш художнический мир, ну, ещё последний раз по поводу этого фильма. По поводу Ивана? Да. Ну, с Ивановым в детстве вообще было достаточно сложно, в том смысле, что я только что сделал свою дипломную работу на Мосфильме и по существу не представлял себе, что же мне делать дальше. В это время обнаружилось, что на Мосфильме остановлена одна картина по названию «Иван», которая как раз была основана на рассказе Богомолова из-за того, что художественный совет студии не был удовлетворён тем материалом, который режиссёр сделал к этому времени. Было снято уже половина картины. Картина была закрыта, и мне пришлось, так сказать, и мне предложили сделать эту картину на оставшиеся деньги. Ах, на оставшиеся? Да, половина сметы была уже истрачена. Ну, картина мне была предложена в самую последнюю очередь, не в первую, поскольку я был молодой, начинающий, никому неизвестный режиссёр, и тогда ещё, наверное, не режиссёр. И я взялся за эту картину, правда, переписав сначала сценарий, затем заменив всех актёров, всю съёмочную группу и прочее, прочее. И когда мы делали эту картину, я бы не решился её делать, если бы у меня не было по существу двух вещей уже, так сказать, готовых. Первое, не было бы Коли Бурляева, который мне был к тому времени уже известен. И не было бы такого решения, чисто режиссёрского, противопоставить реальной жизни, и будням жизни Ивана на фронте, и того, что потом стало называться «С нами Ивана», то есть то, что ему снится во время, так сказать, этой войны. Если бы мы не придумали этого, вряд ли мы решились бы снимать картину, и если бы не было Коли Бурляева, тоже, наверное, не стали бы её снимать, потому что успех картины, конечно, был связан с человеком, который бы играл этого ребёнка, с мальчиком. Но поскольку как-то удачно сложилось так, что решения это и эти решения явились достаточно быстро, мы начали снимать картину и, в общем-то, так сказать, кончили её. Спасибо. Более-менее благополучно. А теперь вопрос не по существу, может быть. И этот фильм получил, и причём мы уже даже рассказывали своим зрителям, как неожиданно, получил главный приз Венецианского фестиваля. Как себя чувствует режиссёр, в общем, юноша, дебютант? Вот, ну, вы знаете, трудно было меня назвать юношей в то время, у меня было уже 29 лет, по-моему, 62 год. Нет, 30 лет мне было, когда я получил, так сказать, я был далеко не юношей уже. Но поскольку я был действительно дебютантом, и была моя первая картина, это произошло очень неожиданно. Но я, прежде всего, совершенно не надеялся ни на какую премию, мне было ясно, что я никакой премии не получу. Я помню, в конкурсе участвовали фильмы «Позолини», что-то ещё очень интересное. Ну, «Позолини» даст большое имя уже, но много было достаточно интересных картин, и я не предполагал ничего подобного. Да потом меня как-то это не очень интересовало в то время. Во всяком случае, в день, когда должны были объявить о наградах, о премиях по фильмам, ко мне подошёл какой-то неизвестный мне человек и сказал, «Андрей, я вас поздравляю, вы получили гран-при». Я не поверю. Ну, а потом действительно оказалось это так, и для меня это было страшно неожиданно, и я, так сказать, в общем, как-то... В общем, я как-то серьёзно к этому никогда не относился, к этой премии за эту картину, во всяком случае. Это было слишком неожиданно. А вот интересно, если вы не воспринимаете такого, особенно серьёзно, насколько это возможно не воспринимать, внешнего признания, потому что иногда бывает так, да, что очень трудно, а дальше-то что, надо же как-то держаться уже в глазах всего мира. Да, ну, принято же думать, что режиссёр, который получает какое-то признание, он должен, ну, что ли, все усилия направить на то, чтобы остаться в том же положении, не уронить своё, так сказать, в общем, завоёванное, так сказать, в трудностях, в трудной борьбе это знамя, что ли. Мне казалось, что единственный способ не уронить, не отступить от завоёванных позиций только один – это стараться, в общем, забыть о тех позициях, которые были к какому-то времени завоёваны. Потому что очень многие, на мой взгляд, люди, которые пытаются отстоять уже завоёванные позиции, по существу всю жизнь их теряют. Это верный способ топтаться на месте, что означает для человека, ищущего, так сказать, творчество, отступление по существу. Ну, как сказать, стоять на месте, не дать возможности потерять себя – это неправильный ход. Мне кажется, не нужно думать, тогда будет возможность как-то развиваться дальше. Во всяком случае, мне кажется, это очень мешает забота о завоёванных позициях. Спасибо. Теперь, может быть, несколько слов о наиболее известном в последнее время, тем более, вашем фильме, фильме «Зеркало». Мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали что-то о том, вот как возникает настолько сложный замысел, как возникает этот странный, зачаровывающий как-то мир художника. Но мне трудно говорить об этом мире как каком-то зачаровывающем и сложном, поскольку я сам-то относился всегда к этому несколько иначе. Мне всегда казалось, что это, в общем, очень простая картина, хотя бы потому, что она, ну, биографическая, так сказать, она правдивая, и по существу в ней нет ни одного эпизода, ну, что ли, выдуманного. Все эти эпизоды являются воспоминаниями для меня. И только поскольку это воспоминания, то есть правда, какая-то реальность, я никак не могу отнестись к ним как к каким-то сложным художественным построениям. И для меня всегда было странно, когда кто-то говорил мне о том, что это сложная картина, требующая особенной подготовленности для восприятия и так далее. Ну, дальнейшая судьба прокатной картины мне, в общем-то, дала материал для того, чтобы, в общем, как-то утвердиться в этом своём мнении, поскольку оказалось, что для людей, что ли, неподготовленных, не имеющих специального, так сказать, эстетического образования, эта картина гораздо более доступна, чем для тех, кто, ну, что ли, имеет гуманитарное образование и считает себя вправе иметь какие-то свои мнения эстетические, иметь свои, так сказать, вкусы в области искусства. Тут, как правило, всегда возникала путаница, непонимание картины часто и зачастую неприятие её. Я помню однажды встречу со зрителями в каком-то клубе, какого-то предприятия, где слишком долго затянулось обсуждение этого фильма, и одна женщина, просто уборщица, которая должна была убирать помещение, она очень торопилась, поэтому хотела, чтобы публика скорее ушла, она сказала, что хватит ссориться, хватит спорить на эту тему, потому что картина вполне ясна и слишком долго об этом говорить не имеет никакого смысла. То есть она была далеко не образованной человек в этой области. И когда их спросили, ну, хорошо, что же означает эта картина, почему так говоришь, что она проста, ну, скажите нам тогда. Она сказала так, ну, что же, это очень просто, ну, человек прожил жизнь, и в тот момент, когда ему показалось, что он должен умереть, так сказать, он вспомнил, сколько гадостей он сделал своим близким людям, которые его любили, и ужасно взволновался этим, и захотел как-то просить прощения. Но, так сказать, было уже поздно. Вот что сказала эта женщина. Мне кажется, что мне как-то самому не приходило в голову подобное толкование трактовки этой картины. Хотя потом, когда я задумывался об этом, мне показалось, что, пожалуй, никто более точно не мог сказать о картине, чем эта уборщица в этом подмоскованном клубе. Интересно. А скажите, вот, наверное, сложности возникают от того, что, может быть, то, что вам кажется, само собой разумеющимся, приходит в столкновение с какой-то, ну, зрительской практикой, опытом восприятия. Я помню, как поначалу нам показался совершенно очень трудно воспринимаемым фильм «Восемь с половиной Феллини». И как сейчас, когда его уже растаскали и разбазарили, как сейчас он просто читается. Но всё-таки, скажем, у Феллини субъективный мир главного героя раскрывается с участием его на экране. У вас отсутствует как-то герой, вокруг которого всё и возникает. Вот этот шаг вами делался, ну, из-за расчёта всё-таки того, что это может повредить определенные сложности. Ну, я не знаю, как это в параллели с Феллини, потому что, в принципе, у Феллини совершенно другая проблема. В картине Феллини есть проблема чисто, проблема творчества, проблема личности художника. В нашей картине такой проблемы не существует. Это просто проблема человека, который, ну, что ли, ставит против собой какую-то моральную проблему о связях с людьми, которые, так сказать, он любит, и которые его любят, или он любил, или его любили. Во всяком случае, отношения между людьми, перед которыми он многим обязан, просто, которому многим обязан он. Поэтому мне кажется, что эта проблема выходит за рамки эстетических проблем, просто в моральную какую-то сферу. Этим, так сказать, мне кажется, с Феллини картины не имеет ничего общего. Что же касается языка и простоты, если говорить о восприятии картины зрителям, то мне кажется, что просто мы хотели говорить тем языком, который нам казался наиболее органичным. Мы не хотели ничего сделать ради того, чтобы быть более доступными, потому что я не знаю, что нужно делать для того, чтобы быть более понятным. Мне кажется, что единственное, что один человек, даже если он художник, должен делать, чтобы быть понятным, это быть искренним, это единственное. А уж думать о том, насколько он будет понятным, это уже, так сказать, не входит в его компетенцию. И здесь он всегда, как правило, ошибётся, если попытается, ну что ли, вычислить, так сказать, будущий успех у зрителя. Из этого никогда ничего не получается, на мой взгляд. Единственное критерие – это правда и искренность. И тогда можно только говорить о том, насколько зритель понял тебя или не понял, поскольку иначе речь пойдёт просто о способах, удачных или неудачных, которыми располагал и которые использовал художник для того, чтобы быть более или менее понятым. Мне кажется, что это не входит в функцию творчества. Это никакого отношения к искусству, в частности кино, по-моему, не должно иметь. Спасибо. И, наконец, ещё один вопрос по поводу кинематографа Тарковского. Как для вас существует влияние, то, что, скажем, считывается из последних картин, особенно явственно, скажем, музыка и, скажем, Бах, живопись и, скажем, Брегель? Вот как вы относитесь к... Ну, для меня, так сказать, использование, что ли, музыки в картине никогда не носило такого утилитарного характера. То есть я никогда не относился к музыке как, ну, что ли, к какому-то приёму или использованию живопись как какому-то приёму, ну, скажем, драматургическому. Для меня использование в фильме, ну, каких-то смежных видов искусств всегда являлось, ну, что ли, желание использовать их просто как материал фильма, ну, каким является для нас вообще жизнь окружающая. Вообще материал свойственный, так сказать, для использования художником в картине. Ну, в частности, то, что ближе ему. Ну, мне кажется, поскольку вот в зеркале использованы какие-то мотивы, действительно, и Брегеля, чистые, живописные, и там и Бах там использован в финале картины, ну, здесь речь идёт вовсе не от того, что мы хотели подчеркнуть какой-то рациональный смысл этого музыкального или живописного эпизода. Просто нам казалось, что этот материал каким-то образом входит в биографическую ткань памяти авторской, и мы просто использовали его постольку, поскольку это для меня имело какое-то, ну, духовное, так сказать, моральное значение, так сказать, поскольку это для меня имеет какой-то смысл, резон, и только поэтому, значит, музыка Баха, скажем, и живопись Брегеля каким-то образом является деталями этого фильма. А вовсе не для того, чтобы подчеркнуть его драматургическую, там, эмоциональную сущность. Для нас, так сказать, это является как бы каким-то, ну, что ли, культурным пластом, который для автора является, ну, его жизненным опытом. Спасибо. И последний вопрос, естественно, и неизбежный. О том, чем вы будете заниматься впредь. Ну, мне трудно об этом сейчас говорить. Ну, у меня планы могут меняться, так сказать, трудно соблюсти какой-то жёсткий регламент и спланировать свои планы достаточно точно. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что в скором времени буду работать над фильмом, который носит сейчас такое словное название «Путешествие по Италии». Это фильм, который я должен буду сделать по заказу итальянского телевидения в Италии. Ну, это такая работа, но я бы сказал не то, что промежуточная, я отношусь к ней очень серьёзно, потому что для меня очень важно рассказать глазами русского человека и советского художника о своих впечатлениях, которые я подчеркну во время этого путешествия. И, так сказать, для меня очень важно именно этот аспект. Вот советский художник, так сказать, русский по национальности и что он может рассказать о своём путешествии. Потому что я думаю, что никого не заинтересует, так сказать, мнение, ну что ли, человека, который мало знает Италию. Как раз меня не этот аспект путешествия интересует. Ну, это, так сказать, работа, которая должна была быть сделана достаточно скоро. А дальше для меня меня ждёт довольно трудная и очень важная для меня работа. Это экранизация Достоевского. Это будет фильм, сделанный по роману Фёдора Михайловича «Идиот». Правда, очень многое будет зависеть от актёров. Сумею ли я, по мере того, как я буду писать сценарий в процессе подготовки найти исполнителей на эти, как вы знаете, очень трудные роли. Очень важно найти заранее актёров на роль Мышкина, Анастасии Филипповны, потому что от этого зависит всё. Так сказать, мир героев Достоевского у нас только сложен, глубок и важен, поскольку именно через человека в основном всё выражается, идея Достоевского, то мне кажется, что если не будет актёров, то, может быть, даже придётся отказаться от этой, ну что ли, постановки, хотя для меня это было бы, может быть, катастрофой какой-то внутренней. Мне бы очень хотелось делать эту картину. Мне бы... Но это то, что, так сказать, на что я сейчас рассчитываю. Может быть, планы изменятся и каким-то образом окажется, что я делаю совсем не то, о чём вам сегодня говорил. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы вы сделали идиота, и я желаю, чтобы вам повезло с... С актёром. С актёром на роль Мышкина, так же, как с Колей Бурляевым на роль Ивана. Спасибо вам большое, что вы зашли к нам, и успехов вам. Пожалуйста, спасибо вам за приглашение. Спасибо.